Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Мы сегодня вас приглашаем в новый день, в новый влог. Мы все вместе собрались. Непонятно, куда едем. Наше утро сегодня началось с того, что мне написала Саша смс-ку, что мы вас приглашаем на завтрак. Давайте вместе съездим. А, на обед, да. На обед вместе пообедаем. Вот, пообщаемся, посмотрим еще, какая недвижка здесь есть. А я напомню, что нам очень интересен рынок недвижимости здесь, в Турции. Мы планируем приобретать здесь жилье. Вопрос, когда и какое. Это наш лифт. Мы живем в Маймарин. Хочу показать вам эту замечательную красоту. Так, закончилось. Ну, вы поняли, это лифт стеклянный, панорамный, в обычном жилом комплексе. Но единственное, что у нас вся инфраструктура, пяти звезд, есть бассейны, хамамы. Смотрите, все выпуски я уже показывал. Мы с мальчишками ходили в бассейн, ходили в сауну. И немного я вам обозревал. В общем, погнали в новый выпуск. Вышли мы из подъезда. У нас сегодня погодка, мягко сказать, не очень. Видите, горы затянуло тучами. Их даже не все видно. Моросит небольшой дождик. Это наш двор. Здесь по вечерам буквально стоит всегда пять машин. Кстати, у нас в нашем доме есть площадка для гольфа. Вот она виднеется. В каждом доме, на каждой территории, где стоит дом, есть что-то свое определенное. Но попасть ты можешь в абсолютно любой дом, если ты здесь живешь. Ключики открывают любой замок. Вот уже и Саша подъехал, уже и открывается багажник. Так, отходи. Оп. Запрыгивайте машину. Доброе утро. Садись домой. Ты как на праздник? Что за праздник? Праздник на педагог. Вот мы уже и доехали. Я причем Саше говорю, типа, да тут можно было пешком дойти. Чтобы понимали, мы находимся в центре Махмутлара. Вот они стоят, часы. Здесь же море. Здесь вот-вот проходит рынок один раз в неделю, куда мы неоднократно ходили и вам показывали. Ссылочку обязательно оставлю в описании под этим видеороликом. Посмотрите, мы идем кушать вот сюда. Здесь сейчас соберется вся наша команда. Так, на улице сидеть естественно не будем, идет дождик. О, Настенька тут сторисы снимает. На Настеньку подписывайтесь, на ее инстаграм. Много что показывает, много что рассказывает. Я не говорила, хотела я поесть, мы не нашли. Вот, так, вот Настенька говорит, что нужно здесь кушать вот такие вот тарелки. И в тарелке как бы много всего. Тарелки большие, ну и самое главное, что цены, смотрите, сейчас Лира 5,5 рублей. Ну да, что здорово. Макароны, как я люблю, мясо, как любит Настенька. И патроны, да, как любит Родион. Так, ну все. Нам принесли, я думал, что меню, а это не меню. Покажу вам, что интерьер. В общем, летний гранд я вам уже показал. И здесь вот так вот все красиво-красиво выглядит. Стульчики, столики, красивые стены. Такой лофт, стиль, кстати, очень-очень классный. А вот и меню нам принесли. Покажу вам меню. Смотрите, 5,5 сейчас курс Лиры. Сами считайте, вот, например, да, в супочке. 13 лир, вообще 11. Достаточно дешево. Так, вот они, эти тарелочки, которые я вам показывал на входе. Вот это такое. Да, ну, слушайте, неплохо. Вот, тут, короче, прямо одни тарелки, тарелки, тарелки. А вот, типа, детское меню, наверное. О, короче, здесь вообще кафе чисто такое. Вот эти лодки и салаты. Ну, и это десерты уже пошли. Это напитки. И все. Пока мы ждем Сашу и Лену, я хочу вас немножко ввести в курс дела по поводу наших документов. Мы вообще думали здесь сделать ВНЖ, но кто давно нас смотрит, знает, что у меня заканчивается паспорт. И когда мы ездили с Краснодаром, Московской областью, мы Мирону сделали паспорт. А про мой, короче, вообще забыли. Вылетело это из головы. И, естественно, мы не сделали. Иди, мамочка, пожалеет тебя. И сейчас мы здесь можем находиться, получается, как туристы, три месяца, но нам нужно тогда выехать и заехать, чтобы нам дали третий. А вообще без выезда три-два месяца. Если мы выйдем за пределы Турции и еще раз заедем, то семья-то вся заедет, и меня уже не запустят, так как паспорт уже все. На стадии завершения. Есть вариант, мы его изучали, что можно в посольстве написать, в миграционной службе написать заявление и попросить еще месяц. Лена, которая сейчас придет, она уже мелькала в нашем выпуске, она, по-моему, в курсе всех этих дел. И нас сейчас может проконсультировать и вообще подсказать, как это все сделать. Также я думал про то, что можно вообще прийти в миграционку с кем-то из местных, например, взять с собой Шароха, который, собственно, и занимается всем строительством домов, которые мы вам показываем. Он здесь не последний человек, его здесь знают. И вообще попросить такой вариант, что, мол, типа, остаться до конца паспорта, прям купить билеты, им показать, что вот, мы уже купили билеты обратно. И, возможно, нам пойдут навстречу, зная Шароха. Ну, посмотрим. Сидим, общаемся. Все тут, девчонки, заказали себе уже. Посмотрите масштаб этой тарелки. Просто целый стол. И вот вторая. Ага. Сегодня спортзал вечером. Ну да, утром едим, потом спортзал. Мальчишкам заказали вкусный лимонад и набор такой вот с сырными шариками. Сырные шарики или палочки? Палочки, да? Да. Шарики какие-то куриные, наверное. И картошечка. Вкусно? Да. Вкусно, да. Вот и мне еда подъехала. Здесь что-то, короче, с грибами. И к этому блюду приносит еще хлеб. Это в кастрюле. Пообедали. Мы пообщались на эту тему по поводу документов. И я понял, что нет ничего лучшего. Он даже Настенька чихнула на заднем фоне. Нет ничего лучшего. Поехать просто съездить здесь в Аланье миграционку. И все там выяснить, чтобы они четко ответили наши вопросы. Едем втроем. Лена знает турецкий. Саша знает английский. Я знаю русский. И мы, я думаю, там сейчас победим. Да. Мы подъехали. Сейчас главное собраться, максимально задать все вот эти вопросы. Вообще по-турецки это называется гёч. Я, возможно, неправильно говорю, но по-моему гёч. И вот тут можно заметить, как раз и делают биометрические фото. Вот если делать ВНЖ, вот они какие-то там со специальным то ли кодом, то ли чё. Вот. И вот сюда сейчас мы будем заходить. В общем, здесь рядышком есть агенты, ну как бы компании, да, которые помогают в оформлении всяких ВНЖшек. И мы к ним зашли, спросили, так как на ВНЖ вообще очередина такая. Мы сейчас спросили у неё, и она сказала, что нет, типа такого нету. Но есть ещё один вариант точно прям это узнать, это позвонить по номеру, потому что очередь там большая, стоять все с нами не стали. Позвоним и спросим. Начали сначала говорить по-русски. Оставайтесь дома. Дома есть жизнь. Пожалуйста, следуйте правилам и предупреждениям. Вы можете найти всю информацию о жизни. Добрый день. Информационный центр Медосновной службы. Я Алича, могу вам помочь? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вопрос следующего характера. Я являюсь гражданином России. И 11 января у меня, получается, истекает срок нахождения в Турции. Два месяца. Да. Вот. Если я выйду за пределы Турции и снова заеду, то могу ещё месяц находиться. Да. Я читал, что можно написать заявление и находиться ещё месяц без выезда и заезда. Возможно такое? Вам предлагаю помочь с удовольствием. Представьте, пожалуйста, как вы ещё имеете в виду сначала? Вячеслав меня зовут. Фамилия какая у вас есть став? Баранчук. Из какого города звоните на данный момент? Алания. Спасибо за предоставленную информацию. Это невозможно. Если хотите обратный срок без зоого режима, вам необходимо выехать и заехать. И так можно находиться на 30 дней. А если хотите находиться на территории Турции, более срока без зоого режима, в таком случае, перед истечением срока без зоого режима, вам необходимо подать заявку на вид на жительство. По получению вида на жительство, можете находиться здесь легально, более срока без зоого режима. Так, я понял. А в случае нарушения визового режима, какой штраф предусмотрен? По такому вопросу, вам необходимо позвонить на пограничный пост. На тресканху тут, как называется управление. Номер телефона можете найти в интернете, и у них можно уточнить, сколько будет у вас штраф при въезде из страны. Так, я вас понял. Спасибо большое. Пожалуйста, могу ли я еще чем-нибудь лопалась сейчас? Нет. И вам спасибо, звонок. Всего доброго. До свидания. Хорошо. Успокоился? Короче, он считал мои сейчас, по ходу, все данные. Теперь он знает, где я нахожусь. Знает мою фамилию. По биометрическому паспорту они меня найдут. Короче, заявление не прокатит. И, по ходу, надо думать что-то дальше. Мы пока здесь все узнавали, заскочили еще в один жилой комплекс, который находится у меня как раз за спиной. Здесь у Лены есть квартира. Здесь достаточно небольшая территория, но очень уютная. Естественно, все под видеонаблюдением. Площадка, где можно посидеть, поужинать. Слева детская. Открытый бассейн, который не спустили. Видите, не везде, кстати, в Турции спускают. А здесь что, квартира на продажу? Да, у нас квартира на продажу. Здесь? Здесь есть 1 плюс 1 планировка, есть пентхаус. Вот сейчас мы их посмотрим. А, и то, и то. Да. Осталось немного, потому что это Клеопатра. Комплекс здесь, действительно, очень хороший. Как он называется? Клеопатра Квинттал. ЖК Клеопатра. О, здесь возле пляжа Клеопатра. Показа 550-600 метров. Где самый шикарный закат во всем мире, как пишут в интернете. Так, здесь вот такая подъездная группа. Это, конечно, не как в Азури, но они здесь поменьше. Здесь также, как и в Азури, есть подземный паркинг. Ну и гоу, лифт. Я специально спустился в паркинг. Вам показать здесь автоматический свет, достаточно места, и здесь тепло. Ну и вот он заезд. Все, а теперь пойдемте, покажу вам непосредственно объекты, которые сейчас здесь есть. Поднялись на самый последний этаж. Здесь продаются дуплексы. В конце скажу про цену. Она плюс-минус везде одинаковая. Но самое главное, если вы через меня, то есть вы напишите ребятам по ссылочке под этим видео, если вы напишите, что от меня, то, естественно, вам сопроводят сделку, вам сделают ВНЖ, страховки и так далее, и тому подобное. Весь такой комплекс будет совершенно бесплатно. Но теперь давайте посмотрим. У нас уже открыта дверь, и давайте залетать. Здесь уже сделана отделка. Есть кухня. Осталось докупить только технику. Говорю сразу, это дуплекс, как уже сказал ранее, это два этажа. То есть первый этаж там. Сейчас мы с вами спустимся. Здесь сразу со входа есть туалет, зеркало, то есть сантехника, все уже стоит. Вот, все готово. Лесенька, посмотрите, какая у вас будет в квартире круговая панорама. То есть раз балкон, два балкон. Стоит кухня. Вам нужно сюда будет холодильник вставить, духовку, раковину и вытяжку на свое, как говорится, усмотрение. Первый балкон. Так, вот так, хоп. И открываем вид на горы. Если вот сюда к краю подойти, нет, с этого балкона не видно, с другого дуплекса будет видно. Мечеть, еще гора. Давайте пойдем с вами на другой балкон. Посмотрим, какой вид открывается там. Так. Соответственно, здесь все мебелью вы заставляете, как вы хотите. Гляньте. Вот с этого балкона вид вообще безумный просто. Горы. Гора. Я люблю Аланию. Самая знаменитая точка в Алании. Пляж Клеопатра. Вот он. Вот он мыс. Гора с крепостью. Ну и вообще красоты, конечно, нереальнейшие. Так, пойдемте с вами. Теперь спустимся на второй, на первый этаж. То есть здесь, получается, кухня-гостиная. Далее проходим на первый этаж. И попадаем снова в квартиру. Здесь раз большая комната. Так, тут у нас, видимо, туалет. А, здесь у нас душевая. Вот такая вот малюсенькая душевая. Вид из окна в комплексе бассейн, который я вам показывал. Так, идем дальше. Здесь нет света пока. Туалет, ванная душевая и раковина. Далее комната. Еще одна большая. Вид и посмотрите снова балкон. Так, двигаемся дальше. Попадаем еще в одну комнату, где также есть выход на балкон. Типа, назовем это лоджи, по-нашему. Шикарнейший вид, конечно же, из окна. Это просто невероятно. Так, и тут у нас в закуточке что-то ничего нет. То есть, сюда лоджи, это шкаф, наверное, да? А, вот у нас тут есть. Здесь еще один туалет с душевой. Это первый дуплекс. Здесь их сейчас в продаже целых пять штук различной планировки. Сейчас покажу вам следующий. Следующий дуплекс. Все то же самое, лестница вниз. Здесь чуть-чуть другая планировка. также кухня, нужна технику. Раз, балкон. И можно пройти на вторую часть балкона. Здесь уже виды открываются на эту сторону. Горы. Местная колоритная застройка. Здесь же под нами прям вот тут вот есть большущий рыбный рынок. Также пляж Клеопатра. Вид на море средиземная. Шикардос. Так, пойдемте дальше с вами не через балкон. Будем ухты чуть не упали. Вот. То есть отсюда тоже можно выйти на небольшую часть. И здесь у нас туалет с раковиной. Больше ничего нету. И спускаемся ниже. Такс. Опа. Здесь сразу же сходу умывальник, душ, туалет. Здесь видимо какая-то бойленная будет судя по кранечку. Небольшая комната с балконом. Здесь проходим еще один туалет с душевой и снова виды. Виды и снова выход на балкон. Огромное количество балконов. Идем в следующий дублекс. Следующий встречает нас уже не лестница здесь, а туалетом с раковиной. Далее. Вот тут у нас уже идет спуск, то есть на другую сторону. И вот он вид. Огромные балконы. Буду повторяться, потому что балконы действительно шикарные. Вид на горы, горы прям вот они, вот прям рядом, рядом, рядом будут. Двери все купешные. Здесь открывается с этой стороны вид на футбольное поле, куда можно ребенка своего отдать, например, заниматься и прям следить, как проходят тренировки. Гора я люблю, ланья. Также стоит кухня. И пойдемте с вами спустимся этажом ниже, посмотрим, какая здесь планировка. А в комментариях напишите, какой дублекс вам понравился больше всего. Я уже тут, здесь значит умывальник и душевая с туалетом. Справа комнатка, такая небольшая. Так, здесь у нас еще есть дверь, ну да, что-то болерная наверное какая-то, не знаю. Так, здесь еще одна комната, она сделана достаточно интересной планировки, как-то не знаю куда что расставлять, да по-прежнему у вас есть балкон и видно горы и на поле. и соответственно туалет с душевой. Вот здесь кстати туалет с душевой светлый, потому что здесь два окна, раз окошечко и два окошечка. Ну здорово. И прозрачная каминка. По мне так очень классно. Ну а теперь двигаемся в следующий дуплекс. С этого дуплекса выходим и вашему вниманию в следующий дуплекс. Так, здесь слева туалет умывальник. Я уже короче дальше ориентироваться. Огромная комната, два балкона, кухня, на первый этаж проход. Здесь по-прежнему такие же виды. На море, на горы, еще один балкон, все купешное, как я вам говорил. Так, и посмотрим давайте с комнаты какие открываются виды. ай, здесь комнаты нету. Да, пойдемте на первый этаж, сюда этажом спустимся. То есть на втором этаже получается есть туалет, умывальник, душевая и большая гостиная с балконами. В принципе плюс-минус похожие к планировке. Здесь сразу туалет с душевой с умывальником. О, какая здесь столеха интересная подстиральная машинка получается. Так, справа сразу комната, балкона нету, зато есть большое окно. Так, на горы видите? И здесь выступ от лестницы, сюда кровать например, да? Так, заходим в следующую комнату, в следующей комнате сразу туалет с душевой кабиной. И большущее окно. Конечно не хватает панорамного остекления, если честно. Лично таки для меня я очень люблю панорамное остекление. Вид на море. Давайте окошко откроем, посмотрим, почувствуем себя с утра, что мы проснулись в Турции, выглянули в окно, вот так вот кругом посмотрели. Гора на месте, море на месте, еще гора на месте. Все классно, бананы растут. Поприветствовали утро, закрыли окошко и пошли купаться на пляж Клеопатра, который буквально 500 метров отсюда. Балкончик замечательный, он уже с крышей и вот такой вот шикарнейший, шикарнейший вид. вот такие квартиры двухуровневый, вы сами видели, какая огромная площадь, в каждой комнате все есть, все уже обустроено, по сути, заезжай и живи, постепенно мебелируй, да, лучше, конечно, заехать сразу, поводкнуть мебель, да, и жить спокойно. Шикарные круговые виды, все это можно приобрести по очень сладкой цене, с шикарным сервисом, если вы от нас, всего лишь за 250, 270 тысяч евро. На момент просмотра видоса сами конвектируйте по курсу евро, но на сегодняшний момент, как я снимаю видео, это 21 миллион. Ну, опять-таки, мы же люди с Россией, я сравниваю по российским ценам, я не знаю, за 21 миллион, в России ничего подобного 100% не купишь, ничего. В Сочи с видом на море, на горы квартира будет стоить самая такая так себе, да, вон, даже ЖК-фрукты если сравнить, там квартиры сейчас квадратов 50, они стоят 20 с чем-то миллионов, а здесь посмотрите, сколько всего вы получаете. И самое главное, что если вы скажете, что вы отканалили от семян на чемоданах, от меня, от славяна, то вам будет оказан сервис, вас встретят, привезут, заселят, дальше после сделки, когда вы купите, вам сделают табу, вам сделают ВНЖ, сопроводят все сделки, короче, полный комплекс, полный комплекс, вам все окажут совершенно бесплатно, от нас, от нашего канала. паркинг, паркинг, который я вам показывал чуть ранее, паркинг уже включен в стоимость, подземный, то есть вы можете спокойно заезжать и парковаться, нет вот этого, как в России, ты покупил себе дорогущие апартаменты, так еще и отдельное машиноместо себе надо покупать в паркинге. Также в этом жилом комплексе есть бассейны, вот открытые я вам показываю, вот сейчас на фоне него есть закрытые, есть хамамы, есть кафе, есть спа, есть всякие бары, короче здесь тоже есть все и многие спрашивают, о типа там коммуналка, здесь коммуналка называется Айдат, здесь примерно 500 евро в год, делите на месяца и перемножайте на курс, который сейчас актуальный, когда вы смотрите и плюс еще также естественно нужно будет оплачивать свет вода дополнительно. Я решил, что я обязан вам показать что внутри, вот игровые, там бассейн и так далее, теннисный стол, это вообще на самом деле везде, здесь видимо ресепшн будет, комплекс новый, вот, здесь значит небольшая детская комнатка, но по крайней мере ты всегда можешь стать здесь ребенка на какое-то время, да, передышечку, тренажерный зал, где можно подрыгать ногами для любителей спорта, наши девчонки, вы можете написать в инстаграм, запотевшее окно с другой стороны, ну это в общем открытый бассейн, мы сможем его посмотреть? Да, мы сможем. А вот тут вот можно прям прыгнуть вот сквозь цветы, и не получится, да? так вот, мы сейчас как раз проходим, и можно прям вот с квартиры вышел, если в этом блоке живете, идите, вот, меняет дверь, а, а, тут есть стекла, так, вот, небольшой, но тем не менее он у вас есть, пришел, поплавал, и вот тут вот, а, тут душевая, ну, блин, это просто невероятно, просто лайкосик, покупались, выскочили, с бассейна, взяли себе напиток, какой вы предпочитаете, посидели на стульчике, отдохнули, дальше такие, о, а пойду-ка я в спа, и идете в спа, шипс, что здесь у нас, ага, все темно, а, здесь как раз, здесь переодевалка, переодевалка с душевой кабиной, вот, причем женская, так, а здесь у нас, здесь зона отдыха, комната отдыха, где можно полежать, любимый хамал, так, вот, кто купил квартиру в России, я понимаю, что у вас сейчас левый глаз дергается, вообще, просто красота, но здесь же не только дуплексы, да, здесь обычно есть 1 плюс 1, 2 плюс 1, 1 плюс 1 от какой суммы? Где-то 95-100 тысяч евро, вот, переумножайте, так, ну и, соответственно, сауна, шикарно, так, и массажный зал, естественно, массажи, сами массажи, это платно, это дополнительно, вы заказываете массаж, вообще, в любом комплексе, это дополнительная оплата, но, либо с мужем, и бесплатно, почему? с мужем, а, чтобы муж делал, а, ну вот, видите, вот так вот, либо не муж, у кого как, да, смотрите, какой сегодня цвет моря, мы уже возвращаемся, на флаж, на флаж, на флаж, на флаж, на флаж, заскочил в Мигрс, хочу вам показать, как здесь украсили, уже вот к Новому году, елочки, конфетки, подарочки, видите, все здесь выставили, всякие свечечки, кружечки, лера сегодня 5,3 уже упала, считайте, переводите по курсу, новогодние, так, вот, видите, колпачки, украшения, то есть, в Турции тоже наряжают, украшают, все естественно, а я забежал сюда, нигде вообще не можем найти малосольную рыбу, семгу, либо горбушу, вообще какой-то парадокс, ее нигде нет, мы как-то покупали еще в Анталии, но она была какая-то невкусная, подкопченая, вот хочу здесь найти, здесь огромнейшую Мигрос, здесь даже есть, вот всякие орешки продаются, вот, здесь я что-либо найду, вот такая, это такой Мигрос, прям, большущий как оша, здесь, всякое готовое, даже продукция, в общем, я решил взять вот такую вот, так и брали в тот раз, другой вообще нету, стоит 30 лир, не переводите сами, ну да, я не знаю, что здесь за проблема, ну вот, горбушу, все, это, кстати, здесь в Мигросе, есть даже вот такие вот, отделы, то есть он большой как ошран, ну а домой я приехал не с пустыми руками, Настенка, на, это твоя рыбка, значит, завтра на утро у нас будут, наконец-то, бутеры с черным хлебом, с русским, бородинским, видите, ржаной, группа русские в Анталии, ой, в Алании, а, нет, в Анталии, и с наивкуснейшим турецким авокадом, пока я катался, Настенька, с детьми, сварили кукурузу, она такая здесь дешевая, в принципе, как и сейчас абсолютно все, я ходил недавно на рынок, взял много кукурузы, ссылочку оставляю, посмотрите, с ценами на рынке, хочу вам показать сегодняшнюю погоду, с нашего этажа, вон там вот Азура парк, ее почти не видно, гору закрыл вообще туман, облако спустилось, вот такой вот вид, да, море видно, льет сегодня, льет, 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 и еще раз, льет, вон у меня даже вся камера, в воде, сегодня максимально продуктивно, мы вместе с вами провели этот день, показал вам обед, показал вам наше утро, показал вам погоду, показал вам море, показал вам классную недвижимость, кто хочет, приобретайте, классно, мы здесь живем полтора месяца, и здесь классно, я думаю, что на этом мы историю с Турцией точно не закончим, однозначно, мы едем на лето в Россию, здесь летом очень тяжело жить, в плане погоды, здесь очень сильно жарко, а на следующую зиму однозначно приедем, но вы подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать, нажимайте колокольчик, я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра, в новом видеоролике, пока! Субтитры сделал DimaTorzok